Доброе утро, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, какая бывает погода в наше красивое время года весна. Итак, давайте сначала я вам прочитаю очень хорошее стихотворение, именно про весну. Слушайте внимательно. Щурится робко от солнышка, вешний цветок золотистый, неунывающий скворушка, светки поет голосисто. Возле зеленых проталинок белки снуют озорные, дружно выходят из спалинок сонные звери лесные. Кружатся стайкой над рощицей, стеньканьем звонким синицы нынче в лесу. Всем так хочется с тёплой весной подружиться. Вот какое замечательное стихотворение я вам прочитала. Итак, что же у нас бывает с погодой весной? Смотрите внимательно на картиночку. У нас начинает ярко светить солнышко, появляются проталинки и начинают свести первые цветы. Разные-разные. Их очень много, но, к сожалению, иногда бывает снег в нашем замечательном апреле. И все наши цветочки пропадают под гущи снега. Вот как здесь наш цветочек спрятан под снегом. А вот здесь вот на проталинке цветут наши первые подснежники. А на деревьях в апреле уже появляются первые листики и вылезает травка зелёненькая. Очень красиво становится у нас в апреле. Но иногда у нас нашу погоду портят густые-густые облака, которые плывут по небу. Они бывают не только вот такими красивыми бело-голубыми, а бывают и серые, и чёрные, которые нас предупреждают о том, что скоро будет либо дождик, либо снег. А иногда бывает ещё и град. Несмотря на то, что у нас всё-таки с вами весна, в апреле у нас бывает очень много всяких разных погодных условий. Итак, смотрите. У нас в апреле бывает ясно, когда светит солнышко. Бывает облачно, когда и солнышко, и облака. А бывает пасмурно, когда у нас на небе только одни облака. Что очень печально и предупреждает нас о том, что у нас может начаться снег или дождь. А также нашей весной. Посмотрите сюда. Весной у нас сейчас на многих реках в нашей большой там стране, а страна у нас большая. В ней бывает ледоход, потому что на севере многие реки были покрыты толстым слоем льда. Этот лёд начинает трескаться, и с грохотом красиво плыть по течению плывут огромные льдины. Также весной у нас бывает капель. После зимы начинает с крыш тает снег, а ночью бывает холодно. И наши сосульки, вот эти капельки, замерзают, превращаясь в сосульки. А утром, когда солнышко встаёт, они начинают снова таять и капают, 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 капают. Бывает у нас и туман. Это бывает от того, что холодный воздух и тёплый воздух встречаются друг с другом и образуют туман, когда нам иногда утром бывает ничего не видно. А ещё у нас весной бывает гроза, но она бывает у нас обычно в мае. Бывает и такое явление. И, конечно же, очень красивая радуга, когда солнышко и дождик вместе светят. Солнышко светит, дождик идёт, и образуется радуга. Но бывает и так, что иногда у нас ещё и снег лежит на наших деревьях, как сейчас, и при этом светит солнышко. А вот и наши проталинки. Бежит маленькая речушечка, а у нас ещё кое-где лежит снег. Посмотрите. Тают снеговики. Прилетают птички попить в лужицы из-под снеговика. И первые весенние цветы, которые у нас сейчас тоже есть. И также главное событие нашей весны – это прилёт птиц. Они, конечно, не ожидают, что у нас бывает снег, метель. Но они возвращаются к нам, прилетают обратно из тёплых стран, вьют гнёзда и заводят малышей. Ну, а дети тем временем в любую погоду. Снег ли лежит на улицах? Детки у нас выходят гулять. Они лепят снеговиков из того, что есть. Вот вчера, например, была очень плохая погода, но детки у нас во дворе лепили снеговиков. Весёлые снеговики, скажу я вам, получились. Вот наша же копель. Вот наша птичка, которая возвращается. Ну и вот наш скворечник, где птичка скоро заведёт своих малышей и будет тепло. Конечно же, мы рады тому, что у нас светит солнышко и очень красивая наша весна. Наши животные, которые многие, как вспоминайте, просыпается медведь в берлоге, заводят медвежат. Смотрите, светит ему солнышко и напоминает, что пора просыпаться, весна пришла. Вот наши зайчики, которые меняют шубку с беленькой зимней на серенькую, чтобы снова становиться незаметными для диких животных. Ну и лисичка, которая тоже со своим малышом выходит уже весной на прогулки. Вот такая у нас весёлая весна. И напоминаю, что у нас бывают облака, иногда бывает дождик, иногда бывает холодно, иногда бывает тепло. И с собой мы берём на прогулки зонтики. Итак, весной у нас бывает пасмурно, весной у нас бывает облачно, бывает солнечно, бывает у нас снег, и снег с дождём. И бывает дождь, бывает сильный ветер, а бывает безветрие. Бывает град, бывает туман, какая у нас разнообразная весна, очень красивая, очень шикарная. Вот она какая у нас бывает. Смотрите, и солнечно, и пасмурно, и облачно, и град у нас снег. Нет, это снег, это снег с дождём. Тут у нас просто дождь, и гроза, и град, и ветер сильный. Какая разнообразная наша весна. Но сегодня я вам хочу предложить сделать очень интересную поделку. Поделка у нас действительно будет очень интересная, потому что я думала, что же такое весеннее, что обрадует всех деток. Мы можем с вами сделать. Смотрите, что я вам приготовила. Вы можете дома с мамой вырезать вот такое облачко. Облачко. Оно у нас белое и очень нежное. Но оно у вас должно быть вот таким, как открыточка. Видите? Я на сгибе не вырезала, а оставила сгиб, чтобы она у нас могла вот так вот открыться. Вот. И смотрите, что я сделала. А на облачке я нарисовала зонтик, который вы можете раскрасить как карандашами, так и фломастерами. Кто-то может взять краски и раскрасить этот зонтик в замечательные цвета. Давайте я сейчас этот зонтик раскрашу так, как я его вижу весной. Я возьму красивый синий фломастер и обведу только края. Что-то у меня не очень хорошо рисует этот фломастер, что немножечко меня огорчает, конечно, но получается неплохо. Смотрите, я его обвела. А внутри я его раскрашу карандашом, чтобы он у меня был в разных техниках раскрашен. Я его раскрашиваю карандашом. Но вы не думайте, вас еще ждет очень интересный сюрприз к тому, что в этом зонтике, в этом облачке с зонтиком сейчас появится. Вы даже себе не представляете, что я вам предложу сделать. Итак, у меня практически готов зонтик, раскрашенный внутри карандашом. Смотрите, я его раскрасила. Сейчас я возьму, наверное, все-таки черный, потому что ручка у нас черная. И раскрашу мою сверху. Кнопочку. У меня, смотрите, еще есть кнопочки вот здесь. Я и эти кнопочки сейчас раскрашу. И ножку. Скорее всего, я сделаю поярче. Я, наверное, сделаю вот так. Так, сейчас я еще, наверное, все-таки наш раскрытый зонтик обведу все-таки темным фломастером. Он так лучше видно для вас. Вот так. К сожалению, нет у меня серого. Я возьму светло-голубой. И раскрашу нашу ножку. Ну, на нашем зонтике я нарисую капельки. У нас же дождик. Сейчас покажу вам, как это здорово получается. Капельки и дождик. Так, смотрите, я на нашем зонтике нарисовала дождик. А теперь самое интересное. Нарежьте дома полосочками разного цвета бумагу. Разного-разного. Смотрите, что мы будем делать. Так, как это наше облачко и наш зонтик, который защищает нас от дождя, мы открываем с вами наш зонтик и промазываем клеем вот эту нижнюю часть. Берем клей. Берем клей. И нижнюю часть всю промазываем клеем. Смотрите, видите, я все намазала клеем. А теперь мы берем полосочки и их в хаотичном порядке мы просто приклеиваем. Я вам сейчас покажу, как я это делаю. Как вам нравится, так вы и приклеиваете. Сейчас, сейчас я вам все покажу. Все покажу. Вы удивитесь, какая замечательная открытка у нас с вами получится. Такого вы не ожидаете точно. Смотрите, что я приклеила. Вот так. Видите? А теперь я промазываю все облачко вот здесь, вот сверху, по краю. Промазываю клеем. Для чего это надо? Чтобы склеить нам две эти половиночки и получить прекрасную поделку на тему, какая бывает погода весной. Сейчас я немножечко здесь кое-где подкорректирую. Подкорректирую. Смотрите, что у нас получилось. Смотрите, у нас получилось замечательное облачко с веселым дождиком. Смотрите, как здорово у нас получилось. Когда открыточка высохнет, конечно, можно сделать так. Взять карандашик, накрутить немножечко наши спиралички. Вот. Сейчас попробую вам показать. Видите? Я беру карандашик и накручиваю наши спиральки, вот эти дождики, дождиночки. Я закручиваю в трубочку, но не до конца. Смотрите, отпускаю, так у нас еще может быть волнистый дождик, волшебный. Давайте я попробую сделать еще несколько, чтобы вы увидели, как это здорово получается. Не надо делать это на всю длину. Можно сделать наполовиночку. Можно сделать только края. Можно сделать только края. Вот. Можно сделать. Может сделать. Может. Вы39. Photo.